Простые мужские решения вместо политических интриг пришли в Приморье вместе с новым губернатором Андреем Тарасенко. Первые важные шаги, которые имеют огромное значение для развития края, сегодня в прямом эфире Радио Лема Андрей Калачинский обсудил со своими бессменными политическими комментаторами, юристом Александром Шемелевым и политологом Павлом Наливайко. Общество, эксперты, пресса, политические элиты, так называемые, все с энтузиазмом восприняли октябрьские события по замене губернатора. Новый губернатор сразу же, что называется, с места в карьер, в хорошем смысле, приступил к работе. Одним из таких важных решений стало возобновление работы Владивостокского бутощебеночного завода. С 30 октября там снова могут добывать знаменитый на весь Дальний Восток бутовый камень. Фантастически решительное, умное, хорошее, правильное действие. Просто дать команду своему чиновнику, перестать валять дурака, если так можно сказать, я предполагаю, или сказать так, разберись и сделай как надо. Буквально за полтора месяца во Владивостоке и Приморье произошла перезагрузка всей политической системы, отметили эксперты. Теперь перед краевыми и городскими властями стоят четкие задачи по улучшению качества жизни приморцев. В первой тройке – цена образования, транспорт и благоустройство. Самое главное, что сейчас можно уже в плюс губернатору ставить, он на первое место ставит интересы, нельзя сказать интересы бизнеса, он на первое место ставит интересы развития территории. То есть если на территории есть бизнес, который готов работать, платить налоги, давать рабочие места, увеличивать все это, то не надо без экстраординарных причин ставить ему палки колеса. Все, записали плюсик к губернатору, поехали дальше. И, конечно, в разговоре с Андреем Калачинским эксперты не смогли обойти главную, революционную, как отметили они, новость начала месяца. 3 ноября заявление о досрочном прекращении полномочий написал временно отстраненная должности глава Владивостока Игорь Пушкарев. С точки зрения политики шаг значимый, да, то есть он отсекает эпоху, когда городом руководил Игоревич. Он сам подвел эту черту, можно сказать, да. И эта черта, эта точка, она попала уже на эпоху правления нового губернатора. 9,5 лет у Владивостока был один мэр. Это очень долго для градоначальника, отмечают эксперты. На такой продолжительный срок главы городов редко задерживаются даже по стране. А уже до Нового года в Краевом центре, возможно, появится новый начальник. Сейчас Дума Владивостока назначит процедуру формирования специальной конкурсной комиссии. В чем будет заключаться ее функционал? Это будет три человека с Думы Владивостока, три человека от губернатора Приморского края. Эта комиссия из шести человек будет принимать документы у потенциальных претендентов на этот пост, проверять, подходят ли они по критериям или нет. Если подходят, они их допускают ко второму этапу, который уже означает непосредственно голосование. Заявление Игоря Пушкарева не капитуляция. Напротив, попытка придать новый импульс взаимодействию городской и краевой власти, отмечают эксперты. Один раз решается, когда судьба человека, не последнего человека в Приморском крае, имеющего заслуги в том числе, а по сути происходит следующее. Одно лицо должностное пишет некую бумагу, и другое лицо, суд, должно по этой бумаге принять решение, что судить его будут там, в Москве. Что в этих бумагах написано, по сути, уже никого не интересует. То есть они могут что угодно там написать. Хоть, как уже говорили, на продление ареста, хоть чистый лист бумаги присылайте, все равно продлят. Уже завтра Верховный суд Российской Федерации решит, где будет рассматриваться дело Игоря Пушкарева. Фактически это должно быть в Ленинском суде Владивостока. Однако сейчас стоит вопрос о Тверском суде Москвы. В Уголовно-процессуальном кодексе четко обозначены основания, по которым суд может изменять территориальную подсудность. Эксперты отмечают, что случай теперь уже экс-мэра Владивостока не попадает ни под один довод следствия. Светлана Садовая, Дмитрий Сухоруков, Данил Клёва. Новости на Восьмом.